добрый день всем моим подписчикам а также тех кто интересуется ремонтом автомобиля и смотрит мой видео канал сегодняшний видео обзор я хочу показывать как нужно заменить прокладку крышки клапанов на автомобиле bmw кузова е 46 хотя принципе кузов здесь не важен потому что мы будем иметь дело с мотором кодом m54 это мотор с двумя валносами также здесь крышка клапанов из пластмассы и так чего надо начинать ну во первых после снятия крышки нужно хорошо очищать посадочное место прокладки где он будет сидеть также вот я показываю по краям нужно ставить герметик но об этом потом сейчас обращу на ваше внимание одно немаловажное обстоятельство то что в гнездах где затягиваются свечи часто накапливается масло которое пропускается через старую прокладку если у вас такое значит состояние мотора то ни в коем случае нельзя сначала открутить свечи чтобы масло вытекло в мотор потому что после этого во первых он будет испортить катализатор во вторых можно так сказать целый день идти дым из глушителя так что сначала нужно если есть накапливающее масло вокруг свечи вытянуть шприцом и после этого уже открутить свечи очистить полностью эти гнезда и потом затягивать идем дальше после снятия крышки нужно хорошо подготавливать его к установке новой прокладки нужно его помыть но обратите особое внимание на пазы где будет сидеть сам эта прокладка кстати здесь не одна прокладка а три вот я сейчас покажу там две стоят в середине на гнезда свечей один по периметру крышки вот обязательно почистить то место где будут сидеть эти прокладки вот я сейчас показываю код по которому мы заказали эти прокладки они оригинальные кстати я не советую ставить не оригинальные прокладки потому что через некоторое время скажем полгода или год опять начнется течь и придется эту работу проделывать заново так что старай постарайтесь поставить оригинальную прокладку вот сейчас я еще обращу на ваше внимание на тот момент что глубина паза где будет сидеть прокладка меньше чем сама прокладка это особенность конструкции где-то 3 миллиметра вот сейчас я померю и покажу вот речь идет об этой части прокладки а вот это на самом крышке глапанов где-то 10 с половиной миллиметра здесь глубина а вот если измерить прокладку там получается где-то 13 с половиной то есть три миллиметра остается наверху остается зазор и особенность установки этой прокладки в том чтобы так затянуть равномерно крышку клапанов чтобы он не треснул потому что как я уже сказал он из пластмассы и легко можно повредить сейчас я покажу этот зазор вот вы видите там около трех миллиметров есть зазор нужно с помощью равномерной затяги устранить вот этот зазор чтобы прокладка плотно села на головку цилиндров и обязательно не забудьте намазывать масло эти части прокладки которые будут сидеть в крышке иначе принципе вы не сможете равномерно затянуть и и вот устранить этот зазор и как я уже сказал можете просто-напросто поломать крышку клапанов кстати на старых моделях моторах скажем м50 или м52 работа выполняется в другом плане то есть сначала прокладка становится ставится на мотор то есть на головку и после этого уже ставится крышка там крышка алюминиевая и в принципе нету такой опасности при затягивании сломать а вот здесь уже как я уже сказал нужно устранить зазор и медленно так сказать равномерно затягивать крышку а вот мы ставим герметик по краям полностью намазывать прокладку нету необходимости потому что во во-первых он оригинальный во вторых после намазывания герметика он так сказать не прибавит надежности в плане пропуска масло так что намазывайте герметик только в этих местах где я показываю также нужно намазывать вот некоторое количество герметика на стыке где передняя крышка затягивается головки после этого уже принципе мы можем ставить крышку клапанов на свое место аккуратно берем крышку уже вставленными прокладками и стараемся равномерно поставить на головку чтобы все болты оказались в середине паза где будут затягиваться специальные гайки их кстати на этом крышке 15 сначала ставим середину чтобы равномерно там затягивать эти гайки обратите внимание что на средних гайках есть верхняя часть болт болты там нужно затягивать специальные такие жгуты вот я сейчас покажу на вот эти жгуты или клейми обязательно намажьте таутом эти гайки также я рекомендую заменить все резиновые кольца потому что на старом крышке они уже становятся как пластмасса и не будут так сказать выполнять свою работу уплотнителя после того как вы будете ставить все эти гайки доводим до той состоянии что уже он затягивает крышку и после этого начинаем равномерно затягивать все эти гайки не нужно спешить после первого затягивание нужно оставить крышку чтобы он села где-то минут 15 и после этого уже окончательно затягиваем эти гайки полностью этим вы так сказать страхуйте чтобы вы не сломали эту крышку после того как вы полностью затяните все эти гайки нужно вставить уже собирать катушки зажигания и обратно собирать весь остальной части не забудьте ставить все штекеры на катушки зажигания иногда случается что они не плотно затягиваются в катушках и приходится обратно разбирать чтобы выявить причину перебоя вот мы отсоединили плюсовую клейму который идет к стартеру чтобы он не мешало опять обратно ставим ее на место конечно перед этим нужно немножко очистить поверхность гайка под номер 19 ну в принципе все о чем я хотел вам рассказывать и показывать в этом видео если будут скажем вопросы пишите в комментариях всем желаю удачи безопасной езды пока всем пока